Матч за третье место четвертого кубка Спорт-Тек встречаются Интерао и Маэс. Конечно, не тот результат, который они рассчитывали, но иных вариантов не оставили поражение в полуфиналах. Маэск уступил в серии пенальти Мосэнергосбыту, Интерао был перегран командой Газпром Энергохолди. В общем, пусть и горестно печально, но вести с собой хотя бы бронзовые медали будет неплохим утешением. Памшов подхватывает мяч рядом со своей штрафной, перешел через центр, не встретив сопротивлений. Маэск очень дисциплинированно провел и групповой этап, и в серии плей-офф смотрелся собрано, но не хватало команде некой искры. В группе эти команды встречались, тогда 2-1, Интерао оказался сильнее. Интерао по итогам группового этапа занял первую строчку, а Маэск был лишь третьим, уступив на второе место ФСК ЕС. Памшов выходит от опеки, переложил мяч под левую ногу. Памшов выходит от опеки. Интерао действует неторопливо, но и Маэск уже много сил потратил. Нету тех эмоций, которые в настоящем толкали его команду вперед. Памшов обокрали здесь, нужно возвращаться. Вот ленивенько отходит Интерао к своим оборонам после потери мяча. Нету запала, рассчитывали на финал. Главное в матче показать свое спортивное мастерство. Главное в матче! Майск не пытается особо прессинговать, но вряд ли такими темпами дождется, что Интеррао своей волей им отдаст мяч. А то случился все-таки отбор, теперь 3 в 3 у Майска шанс был отличный забить. Вот теперь первая голевая ситуация около владений Майска. Жданчиков продолжает защищать ворота этой команды. На воротах у Интеррао Андрей Ефимов. Основной голкипер Интеррао много лет занимает эту позицию, и это можно даже его назвать бессменным вратарем. И вот сейчас он в игре. Игорь Ефимов. Игорь Ефимов. Игорь Ефимов. Игорь Ефимов. Лоу Интеррао. Игорь Ефимов. Игорь Ефимов. Памша. Отличные оборонительные действия. Игорь Ефимов. Игорь Ефимов. Игорь Ефимов. Игорь Ефимов. Нужно идти вперед и забивать. Играет музыка. Майя продолжает поддерживать трибун. Получив мяч, практически каждый игрок ждет со скамейки совета от тренера. И тренер эти ожидания оправдывает. Илонов подскажет всегда. Илонов подскажет. Для перерыва меньше двух минут. Поочередно контролируют мяч Интерао и Маэск. Может быть не самый яркий, не самый зрелищный футбол. Зато дисциплина на высоте. Дальше. Простите. Вратарь пытался сейчас придать хороший статтерный темп зарождающейся атаке, но, по-моему, партнеров в команде не совсем поняли его настрой. Если так, дальше дело пойдет, то и здесь мы, скорее всего, увидим серию пенальти. Как будто не стремятся особо забивать. Контролирует мяч Индеррау согласно советам тренера. Ну вот и конец первой десяти минутки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 отыгрывает назад интерао вынужденная замена у маэс Паншев Момент убойнейший не удалось попасть в здоровые ворота буквально с нескольких метров понятно что Братарья нужно было переиграть но здесь не попал игрок даже в створ а вот в интер раунд реализация моментов дела стоят получше как говорится не забиваешь ты забивают тебе и назовем отличившихся передача у Алексея Колбанова гол у Дениса Савченко пять полевых будет дальше играть Маэск не в первый раз они в роли отыгрывающихся и не в первый раз выводят пятого полевого в матче Статне все отыграться удалось что будет сейчас ну и интерао не впервые играть против команду которая пять полевых пытались и таким образом интерао переиграть получилась неважно скажем прямо и он говорит быстрее передачи делать используют фланги очень широко сейчас расставились маэсковцы досадно но побыстрее нужно ворота-то закрывать снова Памшев будет атаку разгонять и опять замена бартаря наполевого мяч вроде бы ходит не хватает четкости в движении но побыстрее передача Памшев ее прочитал ворота пустые не стали сразу игроки интерао ну вот теперь вратарь уже на месте четыре с половиной минуты в майске есть чтобы отыграться так что времени много и силы еще должны были остаться и на скамейке есть игроки приятное столкновение замена по ходу игры замена по ходу игры в бангу быстрее раз два раз два раз два с вами есть на расставе мальска с мячом не расстается хорошее, хорошее 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 Все устраивает тренера Маэск, берет небольшие последствия, но каким-то кардинальным образом не пытается игру перестроить, здесь мимо цели, а вот теперь тайм-аут берет Ионов. Видимо, пришло время объяснить, что же делать дальше в оставшиеся три минуты. 16.01, тут что, 16.15, ой, награждение, 16.15, да? Ребята, наградчики летим. Ребята, наградчики летим. Продолжим игру. Подошел к концу тайм-аут Маэск. Перерыв пока в этом матче не брал. Такое право у команды остается. Маэск нужно отыграть один мяч, чтобы перевести игру в серию пенальти. Памшут выдержал паузу и пробил. И опять Маэск всей командой атакует. Среди рикошетов здесь хватается за голову Атимовского номера Маэск. За ту голову, который только что наносил удар. Нужно было начать движение от мяча. Желтая карточка. Леонов подсказывает не торопиться. Сейчас пойдет последняя чистая минута. Какой перехват сейчас вы выйти. Ну, не каждое касание нужно свистеть. И не поверите, друзья. Матч за Бронзова ни одного нарушения правил нет. До конца 40 секунд. Удар перекладина. Да. Спасибо. Удачи. 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 Итак, теперь использованы все тайм-ауты 38 чистых секунд Нам надо играть 1-0 пока ведет Интерао Команда максимально влезла к тому, чтобы забрать бронзу по итогам наших соревнований Интерао решил пойти в прессе Интересно Все игроки И Майск задвинута на положенные 5 метров Какой же долгая получается последняя минута Очень много остановок Очень плохо держится в игре Здесь начинается борьба нервов 10 секунд Перекинул Братарь Да 2-0 И теперь уже смело мы можем говорить о том, что Интерао у нас зарабатывает бронзу Впереди остается только финал Где сразятся «Газправ Энерго Холдинг» и «Мос Энерго Сбыт» Ждем начала финального матча «Газправ Энерго Холдинг»